Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться некоторыми мыслями из Священного Писания, и думаю, может быть, регулярно получится это делать. И вот сегодня я читал первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 стиха. Не хочу же оставить вас, братья в неведении, об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам, Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господней, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и Трубе Божией сойдет с неба, и мертвое во Христе воскреснуть прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. Но мы сегодня, в отличие от фессалоникийцев, не сомневаемся в том, что воскресенье еще впереди. Практически нету таких вольнодумцев, которые считали бы, что воскресенье уже было. С этим проблем нет. Ну, вообще, насколько много мы думаем о воскресении. По сути, воскресенье – это то, что должно утешать нас во всех скорбях, переживаниях, потому что жизнь, она полна горя, бед. Христос не обещал, что у нас все в жизни будет прекрасно. Есть один хороший пример. Мне нравится. Миссионер, когда возвращался со своего труда, с дальних краев, где он трудился, на отпуск или на пенсию, на корабле, когда он сходил на берег, были какие-то очень знатные, важные люди. Их встречала большая делегация. Люди с оркестром, с флагами. Они вышли первыми. И все ушли. А когда выходил миссионер, его никто не встречал. И он расстроился. Столько лет тружусь для тебя, Господи, и никому это не надо. Никто меня даже не встречает. Но он как будто услышал в сердце своем голос. Дитя мое, ты же еще не дома. Настоящий дом, настоящее утешение нас ожидает с воскресением, когда мы встретимся с Господом. И это удивительнейшее событие, о котором стоит очень много размышлять и думать. Вообще интересно здесь говорится, что... Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, в другом тексте Писания сказано «последней трубе». Вообще трудно сказать, что за «последняя труба» в книге «Откровения» там сказано про семь труб, которые трубили. И уже когда седьмой ангел протрубил, тогда царство мира сего садилось царством Божиим. И если говорить, что это та самая труба, то получается, что воскресение всех верующих, оно будет после Великой Скорби. Не знаю, я сторонник того, чтобы думать, что воскресение будет до Великой Скорби. Будет много текстов, которые говорят об этом «избавлю тебя от кодильных искушений». Но допускаю, что, в частности, этот текст говорит «последняя труба» и очень четко он совпадает с тем, что написано в Откровении. Но даже суть вопроса не в том, когда будет воскресение, а в том, насколько мы уделяем место в нашей жизни воскресению. Это что-то такое, что будет, да будет, не будет, а не будет. Когда-то это не сейчас, это не актуально. Я думаю, что такой подход абсолютно неправильный. Воскресение – это то, что обязательно будет. Это то, чего мы должны ждать, как ребенок ждет дня рождения, подарка какого-то. Это то, что должно давать нам силу преодолеть все жизненные невзгоды. Все трудности и испытания, которые Господь нам пошлет в этой жизни. И то, что должно наполнять наше сердце радостью. Мы сегодня говорим, у нас мало радости в христианстве. Мы ищем радости. Мы ищем ее, бывает, не там, где надо. Где-нибудь в Инстаграме, в Ютубе или еще где-то в музыке. И в чем-то эта мирская радость, она опустошает. А настоящая радость – источник того, что наши грехи прощены. То, что Бог нас любит. Но и то, что наша жизнь – она только временная подготовка к вечности. Ведь если мы будем верить в воскресенье, вера та, которая есть осуществление ожидаемого, то мы будем жить по-другому. Мы сможем легко отпускать то, что временное, то, что земное. Вообще, я думаю, что человека, который верит в воскресенье, можно даже, глядя, вот наблюдая за его жизнью со стороны, увидеть, верит он в воскресенье или нет. Для меня это, честно, большая проблема. Я о себе не могу так сказать. Я всякий раз, когда читаю эти тексты, я думаю, надо же. Но почему? Почему я так мало уделяю этому внимания? Почему моя вера? Я не сомневаюсь в этом, но вера не та, которая осуществление ожидаемого в этом вопросе у меня. Она не формирует образ моего мышления и образ моих действий. А всего лишь, да, где-то там как закладочка лежит, что будет воскресенье, и хорошо, я воскресну. Но вообще это сейчас не актуально, потому что я не собираюсь сейчас умирать. И боюсь, что так не только у меня, у многих. И это то, что нужно нам поправлять, это то, что причиняет нам большой ущерб и не позволяет расти. Как поверить в это? Честно, поверить так, чтобы действительно это меняло жизнь, я не знаю, как это сказать. Если у вас есть мысли по этому поводу, поделитесь в комментариях, у кого получается жить надеждой на воскресенье. Поделитесь, расскажите, потому что для меня это актуальная проблема, честно говорю. И я хотел бы так жить. И я понимаю, что так надо и правильно, но вижу, что не живу. И нуждаюсь в помощи Божией, я об этом молюсь. Вот, прочитав, порассуждав, именно об этом я и помолился Господу. И хочу быть услышанным, верю, что Бог пошлет ответ и благословение свое. Чтобы жизнь моя менялась. И хотелось бы, чтобы и ваша жизнь была основана на этом. И мы ожидали Господа и ожидали воскресенья. Ожидали, когда тленное облечется нетленным и смерть, смертное поглощено бессмертным. Смерть побеждена будет и мы с радостью встретим Господа нашего. Интересно, что здесь говорится. «Оставшиеся в живых месте с ними восхищены будут на облаках, встретени Господу на воздухе». И так всегда с Господом будем. Встреча с Господом будет ни в каком-то городе, ни на земле даже. Свидетелей на земле неверующих не будет этого события. И это все будет уже там, где не будет власти сатаны и где не будет нас ничего отягощать в воздухе, на облаках. Как это себе представить? Я не знаю. Это удивительно. Ведь представьте, наша планета, она огромная. Господь придет в одно место, считают, где-то в районе Иллионской горы. А если кто-то в это время, ну, если там много верующих, например, в Соединенных Штатах, это другая половина планеты. Туда самолет летит, сколько там, 12 часов до Нью-Йорка, дальше до другого побережья, там все 18-20 часов. Ну, пусть верующий на облаках полетит со скоростью не 800 километров, а с какой скоростью? 10 тысяч километров. Все равно он 2 часа будет лететь. Думаю, что это будет как-то совсем по-другому, абсолютно удивительно. Но мы воскреснем измененными. Другой текст Писания, который говорит о воскресении, кажется, Коринфянам, я его тоже читал, он говорит, что мертвые воскреснут, а мы изменимся во мгновение ока. То есть, наши тела будут другими, и мы сможем перемещаться уже не связанные законами физики, может быть, со скоростью света. Не знаю, это очень любопытно. Но не столь важно, как то, чтобы верить в это, жить и ожидать Господа. Пусть Бог поможет всем сердцем прилепиться к Господу и ожидать Его пришествия и нашего воскресения и встречи с Ним. С Богом, друзья, спасибо, что были со мной.